Привет! Сегодня мы будем шуршать бусинками У меня есть некоторое количество коробочек с разными бусинками, бисером, всякими шнурочками, замочками и так далее На самом деле я уже сама не помню где там что, потому что очень давно не занималась изготовлением украшений Раньше я довольно много этим занималась, у меня даже был свой маленький интернет-магазин Но уже давно не занимаюсь и ничего не продаю И вот недавно я подумала, что было бы здорово сделать себе несколько браслетов на лето Лето правда уже в разгаре, но время ещё есть Так что давайте вместе посмотрим, что у меня в этих коробочках есть И я присмотрю из чего я буду делать эти браслеты Сегодня я ничего делать не буду, мы только просматриваем всякие бусинки Пусинки, пусинки Итак, первая коробочка Такая вот красивая, с бабочками Что же в этой коробочке А в ней у меня бисер И не простой бисер, а японский Еще у меня есть коробочка Еще у меня есть коробочка с чешским бисером И вот здесь Такие маленькие Я уже не помню как они называются Тубусики Тубики В общем Такие вот колбочки Пластиковые с бисером Ну тут не очень много цветов Но есть Я не особо много занималась бисером В детстве довольно много, а потом нет Мне больше нравятся всякие бусинки Еще тут есть бисер в пакетиках Это такой золотистый Это серебристый Так Еще несколько колбочек Вот этот классный Не знаю будет ли видно Он такого зеленоватого цвета С пятнышками С пятнышками С пятнышками Ну надеюсь видно Очень мне понравился этот цвет Ну надеюсь видно Называется он Называется он Туркиоз Пикассо Гибрид Так тут еще какой-то И вот этот очень красивый цвет Такой То ли медный То ли бронзовый Металлик Его бы я может использовала в каком-нибудь браслетике Браслеты я хочу сделать Знаете такие простые Прям нанизать просто Может добавить какие-то металлические элементы Что-то такое Вот какой-то черненький Ну Еще тут колбочка У меня довольно много зеленых оттенков Ну и таких натуральных Бежевые, коричневые Ну ладно Бисер я убираю Я хочу постараться показать побольше Хорошо Давайте откроем следующую коробочку С бантиком Тоже такая красивая коробочка с цветами Угу Тут у меня хранятся бусинки Лэмпворк То есть бусинки Сделаны из стекла Вручную На пламени В пламени горелки Но их делал не я, если что Еще две керамические бусинки Вот такие вот так Вот эти прикольные Кубики Сейчас я их достану Вот такие прям кубики Белые, салатовые И голубые По две штучки По две штучки Потому что я Думала из них делать серьги Но они оказались Такие большие И тяжелые Что как-то Как-то не получилось Вообще не знаю куда девать Такие большие бусины Так Вот эти тоже большие Но красивые Похожие на леденец Вот эти прикольные С пятнышками Это я все покупала В каком-то магазине Не знаю кто их делал Эти бусинки А вот эти я заказывала У мастерицы Напрямую Так сказать Но это не все бусинки Я часть уже использовала И продала А может какие-то сережки Еще у меня остались Так Вот смотрите Такие бутончики Вот эти я не использовала Потому что они оказались Немножко разные Честно скажу не ожидала такого подвоха У них разный цвет Тиши листиков Кому-то может быть все равно А мне нет Меня это как-то покоробило Ну еще вот этот бутончик Немножко кривой Вот Но все равно красиво Конечно А вот эти бутончики Очень красивые Но тоже На вот этом Есть пупырышки А на этом нет Вот Я как-то не сразу заметила это Вот Не знаю почему она так сделала А так очень красивые Было бы здорово Было бы здорово куда-то их использовать Они кстати тоже довольно тяжелые Потому что это стекло А вот это Тыковка Маленькая тыковка Стеклянная Было Было 3 бусинки Две тыковки поменьше И одна побольше Две маленькие тыковки Я использовала в серьги И продала А вот эта тыковка осталась Надо бы куда-то ее конечно пристроить Себе Я тоже рублю тыковки Вот такие бусинки С металлическим блеском А это Керамические 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 мусины с птичками Вот с ними мне кажется можно сделать браслет Такая у них еще Широкая дырочка Можно будет их надеть на какую-то шнуровку Ну давайте дальше. Вот в этой пластиковой штучке я знаю, что здесь фурнитура Анна Бронз. Но здесь её немножко, потому что я её активно использовала. Эта фурнитура сделана методом литья по выплавляемым моделям, если я не ошибаюсь. Тут такие листочки есть. Это у меня латунная фурнитура. Мне нравится фурнитура такого цвета. Смотрите какие ракушки прикольные. Вот сюда можно прицепить застёжку или бусинку застёжку и вниз какую-нибудь подвеску. Здорово, правда? Я так люблю бусинки. Так, всякие завитушки, шляпки. Шляпки, шляпки, шляпки. Ещё шляпки. Ещё шляпки. Что вы бусинки украшаете? Ещё шляпки. О, это маленькие латунные звёздочки батьяны. Это вообще обалденно. Такая прелесть, правда? Это с обратной стороны. Выглядят как настоящие, правда? Ой, глаз отчесался. Надеюсь, всё видно. Ну и тут тоже какие-то маленькие разделители. Тут я что-то даже и не помню что. Такая вот металлическая баночка. Это из-под печенья. У меня таких баночек ни одна и ни две. А тут, смотрите, маленькая калибри. И всякие цветочки. Ну давайте посмотрим. Пустые пакетики. Ещё пустые пакетики. Это салфетка, чтобы протирать вот эту фурнитуру, которую я показывала. А, мне кажется, я сюда свалила всё неразобранное, чтобы оно не пылилось. Тут и бусинки, и какие-то начатые украшения. Всё это надо разобрать по остальным коробочкам. Смотрите, какая штука. Смотрите, какая-то цепочка. Смотрите, какая-то цепочка. Я знаю, кстати. Она сделана из этой фурнитуры. Чего ж так некрасиво-то. Ладно. Из фурнитуры Анна Бронз. Листочки, завитушки и бусинок Сваровски. Светло-зелёных и тёмно-зелёных. Как листики плюща. Как листики плюща. Ну, довольно миленько. Так, а что тут ещё? Какие-то пакетики, какие-то бусинки. Какая-то вот эти бусины, которые здесь. Так, ещё шляпки какие-то. Жемчуг. Тут я что-то разбирала и всё свалила в одну кучу. Это мои серёжки, которые я купила на Алиэкспресс. Да, надо бы конечно всё это разобрать. Вот смотрите, прикольная штучка. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Это называется ювелирная сетка. И в чём её суть? В эту сеточку можно засунуть бусинку. И она эту бусинку красиво обтянет. Хорошо бы какую-нибудь бусинку засунуть, чтобы вам показать. Ну вот я возьму вот такую розовую бусину. Так, и попытаюсь её запихнуть. Ну в общем вот. Только бусинки можно ещё даже побольше брать. Ну и вот. И с двух сторон это закрепляется. И получается вот такая бусинка в сеточке. Я думаю, вы такого, наверное, и не видели. Чудеса. А это блюдечки, на которых я собираю украшения. Спирал. А это блюдечки от кофе. От банок кофе. И вот на одной этаже тут написано. Гранд. Торговый дом. В общем, какой-то кофе-грант. Очень удобно, потому что они такие плоские. Очень удобно на них всё раскладывать и собирать. В общем, тут целая кучка какого-то парохла. Всё это надо разобрать. И ещё коробочка. И что-то мне подсказывает, что я не смогу всё показать за один раз. Как-то я думала, что быстренько раз-раз-раз всё покажу. А в итоге даже, ну это меньше половины я показала. Поэтому будет вторая часть. А на сегодня эта коробочка будет последней. Вот такая коробочка с бантиком. Это были коробочки, продавались они в наборах. То есть как бы одинаковые, но разного размера. Коробка в коробке, в коробке, в коробке. И в этой коробочке у меня бусинки. По-моему, в основном чешское стекло. Такие красивые голубые. Такие красивые голубые. Маленькие прозрачные. Это сорти бусинок медового цвета. Сейчас я его немножко высыплю. Смотрите, тут разных форм, разных размеров. И даже вот такое что-то непонятное. Даже вот такое что-то непонятное. Я обожаю всевозможные наборчики сорти. Это касается и бусинок, и конфет, и вообще всего. Звездочка. Звездочка. Это бусины лепёшки. лепёшки, как я их называю потому что они плоские это бусинки стеклянные и покрыты ещё сверху покрашенной плёночкой такие мраморные бусинки такие бусинки, они нанизаны на нитку, прям как бусы бусинки-капельки какие-то маленькие кристаллики вот тоже плоские бусинки, только овальные если кто помнит, кто смотрел видео, где я показывала украшения, которые я делала маме то там были бусы и с вот такими, и с вот такими бусинками вот такие оливковые бусинки, похожие прям на маленькие оливки стеклянные салатовые вот эти бусинки называются бусинки с кракелюром сейчас покажу кракелюр означает, что они с эффектом растресканности то есть они стеклянные, а внутри много-много трещинок при этом они ещё двуцветные, то есть салатовые с бледно-розовым выглядят очень необычно еще подобные есть фиолетовые еще подобные есть фиолетовые из разных цветов вот такие пятнистые а это зеленые бусинки под жемчуг не знаю, почему их так много у меня а это вот такие смешные капельки похожие на маленькие игрушки похожие на маленькие игрушки зеленые игрушки с красными бочками бочками Вот эти прикольные странные формы вот у них дырочка проходит поперёк сами они такие какие-то такие вот 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 еще одни кракелюрные кракелюрные салатово-голубые это какие-то простенькие желтые простенькие зеленые вот лепешки у меня еще синие есть вот эти милые бусинки я помню что именно с этими бусинками я сделала самые-самые-самые первые серёжки и сама их носила правда серёжки эти я не знаю где может быть я их разобрала но там были не только эти бусинки еще какие-то эти бусинки похожи на маленьких пингвинчиков тут капельки белые с темно-серым это гранёные золотистые бусинки красные красные тут кругленькие и маленькие кристаллики тут парочку пушиньков желтые капельки какие-то непонятного цвета что-то такое серо-буруе такие такие еще тут с краешку затяжались красные капельки вот на этом я на сегодня заканчиваю потому что я даже немножко уже устала перебирать все это я сниму видео в котором покажу остальные коробочки но это будет не следующее видео а где-то там через месяц-полтора и также я надеюсь что я сделаю видео в котором буду делать себе браслет я не обещаю может я вообще их не буду делать но если буду то я постараюсь постараюсь это снять но пока что спасибо за просмотр за компанию я надеюсь вам это было интересно и успокаивающе увидимся в следующем видео пока 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 не забывай пока 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 пока